Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти Основная масса россиян не собирается доносить на водителей нарушителей, если такая возможность появится на сайте госуслуг Опрос организовал портал Дром. Согласно результатов 22% респондентов просто не будут этого делать 24% не будут, потому что не желают быть стукачами Выразили готовность сообщать о нерадивых шоферах только немногим более трети участников исследования Добавлю, к лету этого года в законодательство могут быть внесены поправки, предусматривающие возможность наказания для водителей на основе фото и видео, отправленных через мобильное приложение Трасса 101 В 2022 году в России дорожать будут в том числе автомобильные шины По прогнозам некоторых экспертов, новые покрышки прибавят в цене до 25% Именно таким был показатель в 2021 году Рост цен обусловлен увеличением стоимости сырья и проблемами с доставкой Однако, несмотря на это, спрос на резину, говорят продавцы, не сокращается Это неудивительно, состояние шин – один из основополагающих факторов, которые влияют на безопасность вождения К тому же за лысую резину существует штраф Трасса 101 Российская столица снова попала в международный список городов с самыми большими автомобильными пробками На этот раз, по версии голландских исследователей, Москва заняла второе место На первом оказался Стамбул, на третьем – Киев В исследовании говорится, что в прошлом году столичные водители провели в пробках в среднем 140 часов или почти 6 суток Причем в сравнении с 2020 годом загруженность трасс выросла на 7% Добавлю в первую десятку перечня, вошли также Питер и Новосибирск Трасса 101 Хёнда в этом году обновит крайне популярный в России Солярис Продажи предположительно стартуют в 2023 По предварительной информации, за счет другой оптики, решетки радиатора, бамперов Модель станет сильнее походить на своего чуть более солидного собрата – Хёнде Эландро Кроме того, Солярис может получить другой, более мощный мотор объемом полтора литра Сейчас начальная стоимость авто превышает 1 миллион рублей Трасса 101 А в Германии водителя, который превысил скорость всего лишь на 10 километров в час, оштрафовали не на 40 евро, как положено, а на 1200 Сто с лишним тысяч рублей по нынешнему курсу Все потому, что проезжая мимо дорожной камеры, немец показал в ее сторону средний палец Местная полиция приняла это очень близко к сердцу Дескать, это оскорбление всех городских стражей порядка, которые честно трудятся на благо общества Собственно, за оскорбление суд и назначил нарушителю солидный штраф Плюс у него отобрали право на месяц На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101